Всем привет! Сегодня у нас открывается такая новая серия видео. Я у вас недавно спросила на инстаграме, если бы вам было интересно, чтобы я делала обзор на определенную марку косметики. И вы мне сказали, да. Поэтому сегодня я делаю такую первую серию из серии обзор на марку. И сегодня марка у нас будет L'Oreal. Потому что недавно я вам в инстаграме ставила фотку своих любимых продуктов от L'Oreal. И вы мне все сказали, что вам интересно послушать мое мнение, мой обзор. И вот сегодня я собралась силами, достала всего лишь навсего 4 продукта от L'Oreal, что у меня есть. И буду вам рассказывать, каково же мое мнение по поводу этих продуктов. 4 продукта, которые у меня есть от L'Oreal. Это их Nude Magique тональное средство, их подводка, которая называется Superline, их L'Umi Magique консилер под глаза или хайлайтер под глаза, или иллюминированный стик, как его там называют. И вот такая вот тушь фиолетовая Volume Million Lashes So Cute To You. Вот, значит, 4 такие продукта. Давайте начнем, наверное, с самого первого, что у меня появился. И самое первое у меня появилось вот это вот тональное средство. Изначально, конечно же, появилось оно у меня под воздействием YouTube, вы же понимаете. Все на YouTube о нем говорили тарарарам. И тут буквально где-то... Ровно год назад я ездила за границу в Швейцарию. В Израиле он не продавался, как-то не могла его найти, где купить онлайн. И я вот решила, в Швейцарии точно должно быть. И я в Швейцарии нашла и купила на 2 тонна темнее меня. Понимаете ли, мне показалось, что я такая темная и купила. В общем, я такой бежевый цвет. Но в любом случае, я, да, им пользовалась. Начала я его пробовать. Он мне понравился. Он был на мне темнее. И я очень быстро перестала им пользоваться и купила себе мой натуральный цвет. У меня цвет 100 порцелан. Самый-самый-самый светлый цвет. Эти цвета и вот этот бутылек, он из европейской линейки. То есть из, может быть, даже английской линейки. Есть еще линейка американская. Но она немножечко отличается по упаковке. И если не ошибаюсь, тоже цвета отличаются. В общем, в любом случае. У меня цвет европейский 100 порцелан. Я вам, конечно, оставлю ссылку, где его можно купить. Сейчас его можно заказать за границей. Доставка по всему миру. Бесплатная доставка по всему миру. Поэтому нет проблем. Вот. На самом деле здесь есть 200 миллилитров, что относительно для тональника мало. Здесь есть SPF 18. И тональник собой это представляет очень-очень такое жидкое существо. Такой жиденький-жиденький тональничек. Который перед тем, как вы наносите на лицо, его нужно очень-очень хорошо вот так вот стряснуть. Очень-очень хорошо. Я его потом наношу немножко на руку. Я пользуюсь для того, чтобы растушевать по лицу только вот таким вот мокрым спонжем. Неважно каким. В моем случае это Beauty Blender. Вы можете пользоваться другим спонжем. У меня также есть вот этот вот оранжевый. Тоже в мокром виде я им пользуюсь. То есть этот от Real Techniques. Почему я пользуюсь только спонжем, а не кистью? Потому что это для меня в этом тональнике огромный-огромный минус. Он абсолютно выделяет все шелушения, что у вас будут на лице. Если у вас есть какое-либо маленькое шелушение, то он все выделит. Поэтому я пользуюсь только мокрым спонжем. Потому что только мокрым спонжем он ложится на лицо очень-очень-очень, так знаете, ровно, красиво. Без выделения того, чего не надо. Поэтому кисть тут как бы для меня вместе с ним не идет. Кисть сразу отпадает. Это его самый большой минус. Лично для меня. Цвет вы можете посмотреть на моем лице. Его покрытие, оно покрытие минимальное. Минимальное, но его можно немножечко наслаивать. В принципе, этот тональник подойдет девочкам, у которых, во-первых, наверное, все-таки нормальная к более комбинированной жирной коже. Потому что для сухой кожи, мне кажется, он будет тяжеловат в плане сухости. Потому что все-таки это как бы жидкая пудра. Она, кстати, аналог Джорджио Армани Маэстро. У меня Джорджио Армани Маэстро не было. Поэтому ничего по этому поводу сказать и сравнивать однозначно я не могу. Это то, что только я слышала. В любом случае, мне кажется, что он подойдет для кожи, как я уже сказала, нормальной для комбинированной. Мне кажется, что он подойдет девочкам, которые любят, как я, минимальное покрытие, только для того, чтобы тональный крем выровнял тон. Я не люблю, чтобы тональник мне что-то сильно замазывал, чтобы он выглядел на мне маской. Я люблю, чтобы было просто такое вот, знаете, как вуаль, что ли, такое покрытие, чтобы он не выравнивал мне мою красноту, которая у меня есть на лице, и все. То есть я не люблю шпаклевки, грубо говоря. Поэтому для меня это просто идеальное средство на лето. Это был просто 5 с плюсом, когда я пыталась с ним пользоваться, потому что было другое средство, которое в мире очень знаменитое. Я вам о нем расскажу, наверное, в продуктах, от которых я избавляюсь. Что я с ним никак не смогла подружиться, и его все блогеры любят. И, видимо, я не все, и не смогла с ним подружиться. В любом случае, это было мое такое самое любимое средство за это лето. Сразу скажу, что я не могу сказать, что оно полностью матирует кожу. После часов 4, наверное, да, около 4 часов, если у вас есть какие-то зоны на лице, которые блестят, они становятся блестящими, нужно пользоваться салфетками. Но тон оно выравнивает просто на ура до самого вечера. Следующие два средства, что я купила, тушь и подводка. Они шли вместе, они стоили в нашем магазине масс-маркете за 100 шекелей. 100 шекелей это 20 долларов, примерно где-то так, 20 с чем-то долларов. Что я могу сказать? Во-первых, я тушью L'Oreal в жизни не пользовалась, потому что терпеть эти туши не могла, потому что на мне она полностью слепляла все ресницы. Она делала их в одну большую ресницу, и я терпеть не могла тушью L'Oreal, а никогда не пользовалась ими подводками. Вообще, марку L'Oreal лично я не уважала и не любила до этого лета, честно. Все это до этого лета. В принципе, до этого тональника, да, значит, до зимы. В общем, ну, я из тех людей, которых очень просто уговорить в магазине что-либо купить, и меня продавщица уговорила, и я купила. В общем, я купила. И что я могу сказать? Что тушь мне очень понравилась. У нее силиконовая кисточка. У нее силиконовая вот такая вот кисточка. В принципе, кисточка напоминает... Если вы живете в России, у вас есть вот эта тушь Vivienne Sabo Cabaret, она, в принципе, чем-то напоминает кисточку. Эта может быть похудее, а у той потолстея. Тоже такие две силиконовые кисточки. А, в принципе, наверное, я даже поняла вместе с этой тушью, что я люблю силиконовые кисточки. Она также напоминает тушь Yves Saint Laurent Babydoll, что я вам недавно показывала, что я закончила ее. В общем, силиконовая хорошая кисточка, хорошо прорисовывает, прочесывает реснички. Она их удлиняет и дает им немножечко объема. Но больше, по-моему, она их... Больше объема, нежели удлинение. Поэтому, если вы хотите более длинные, их нужно два раза наслоить, эту тушь. Эта тушь не сразу засыхает, поэтому вы можете накрасить один глаз, второй глаз, и еще раз наслоить первый глаз и второй глаз. И она хорошо даст такие, знаете, красивые, пышные ресницы. В общем, за ее деньги, в принципе, в Израиле это даже дорого, сколько она стоит, но за ее деньги. Она замечательная тушь. И меня прям очень порадовало, что я вот такой вот... За такие деньги смогла найти вот такую вот тушь. Короче говоря, я ей довольна. Но сразу вам скажу, на вкус и цвет товарищей нет. Поэтому, если вас интересует, пойдите, попробуйте в магазине накраситься. Если вы брезгуете в магазине накраситься, то купите, но учитывайте, что, может быть, она вам не понравится. Потому что я до этой туши, все туши, что L'Oreal все любили, я не любила. Это на вкус и цвет товарищей нет, так что учтите это. По поводу подводки могу сказать, что подводку я купила... В принципе, я и купила этот сет из-за подводки, потому что подводка, она идентична той подводке, которую я пользовалась от Maybelline. На подводку обзоры очень нехорошие. Из пяти ей дают все тройку. Но лично я только такой подводкой умею пользоваться. Я вообще глаза подводить очень плохо умею. И это единственная подводка, с которой я справляюсь, с которой я могу каким-либо образом работать. Эта подводка, у нее, знаете, такой... У нее кисточка типа такой спонжик. Он не особо острый. Он, на самом деле, самый обыкновенный. Естественно, много чего мне по поводу нее нечего сказать. Только могу сказать, что она стойкая, она хорошо держится на глазах. Она потом, когда вы смываете водой или каким-то средством, такими комочками съезжает, не размывается, а такими комочками. Но она абсолютно идентична той Maybelline, которая, я не помню, как сейчас называется. Просто я в Израиле ту Maybelline не нашла. Я ее пользуюсь уже много лет. И вот это моя замена. Они абсолютно одинаковые. Просто разная упаковка. Но, опять же, вот ее пойдите попробуйте, потому что, опять же, тот же вариант на вкус и цвет. Очень многие любят, знаете, эти фломастеры маленькие. Я фломастеры, ну, мы вообще не умеем ей пользоваться. У меня с ними вообще никак не дружатся. Сколько фломастеров бы я не перепробовала, какие бы фирмы я не пробовала. Фломастеры это просто не мое. Мое это вот такие вот подводки. Или гелевые с кисточкой. Но с теми мне нужно больше, чем с этими. Если мне берет, например, нарисовать стрелочки минут 20, что это безумно много, то с той мне берет где-то час. Поэтому, да, я стрелки рисовать не умею. Как ни странно. В любом случае, довольна, просто вот до ушей довольна этой подводкой. Но однозначно советовать не могу, потому что понимаю, что эта подводка однозначно на любителя. Но я безумно ей довольна. Буду покупать еще и еще и еще и еще миллион процентов. Последний продукт от L'Oreal, который сегодня я вам покажу, это вот такой вот консилер, который называется Lumima Jig. О нем на YouTube тоже есть очень много фурора. Я его купила, потому что у нас была какая-то грандиозная скидка в магазине New Farm. И он продавался за 30 шекелей. 30 шекелей это 8 долларов примерно. Да, где-то так 8 долларов. В общем, я решила его попробовать, потому что одна из моих любимых блогершев и моих подруг Юлечка с канала Птица Синица. Я оставлю ее канал, ссылочку внизу. Обязательно заходите, посмотрите. Просто замечательный, светлый человечек, который все очень классно и интересно рассказывает. В любом случае, она очень-очень любит эти консилеры. И когда она про него рассказывала, что она больше не может его найти в Белоруссии, я решила, интересно, что же это такое. В общем, из-за нее я его попробовала. Потому что, когда слышала обзоры на YouTube, как-то, не знаю, меня это не привлекало. Не знаю почему, не уговаривали меня ютуберы, что это так интересно попробовать. И у него говорят, что есть один большой минус, что он моментально заканчивается очень-очень быстро. Ну вот я пока пользуюсь 2 недели или 3 недели. Сколько уже пользуюсь? Недели 3, наверное, все же. И пока не закончилось, поэтому моментально он не заканчивается. В любом случае, он чем-то очень похож на Ив Сан-Луан Тушикла. Тоже вот такая вот кисточка, которую вы вывенчиваете здесь. Она с желтым подтоном. Сейчас я вам сравню с Тушикла. Тушикла с розовым подтоном. У меня самый светлый тот и тот. Вот Тушикла, если вы видите, а вот он. То есть это с желтым подтоном, но и то, и то самый светлый. Он светлый, он очень похож на Тушикла. Он отлично растушевывается. Единственное, что все-таки зона под глазами должна быть хорошо увлажнена, потому что мне такое чувство, что он более густой, что ли. И если у вас зона под глазами, вы за ней не ухаживаете, вы не наносите ночные крема или какие-нибудь, неважно что, и у вас есть какая-то сухость под глазами, то вот эта штука будет выделять эту сухость. Может быть не сразу, но с каким-то со временем. То есть, например, если вы будете пользоваться ей недели-две, то через две недели она вам однозначно что-то будет выделять под глазами. Поэтому обязательно увлажняйте зону под глазами. Вообще, помимо консилеров, вы должны это делать для того, чтобы у вас зона под глазами не сохла, не появлялись лишние морщинки. По поводу цвета. Эти два цвета замечательно как бы сидят на моей коже. У меня лицо немного тенее, нежели мое тело, и поэтому все вообще, в принципе, тональные средства и консилеры я покупаю всегда самый светлый тон для того, чтобы был баланс между моим телом и моим лицом. В общем, этой штукой за 30 шекелей, то бишь за эти 8 долларов, я безумно довольна. Для меня на данный момент она абсолютный, для меня лично абсолютный аналог тушек Life Saint Laurent, который стоит в разы, в разы, в разы, в разы больше. Поэтому я с удовольствием пользуюсь. Я купила себе еще одну штучку, чтобы у меня была в запас. Я даже купила Юле несколько штучек в подарок. В общем, замечательная штука. За копейки, за такие, за которые она продается, я всем советую пойти ее попробовать. Даже если вам она не понравится, что это может вполне быть вероятно, то максимум вы истратили эти нескольких копеек, но вы будете иметь представление лично, по моему мнению, что такое тушек Life, если вы еще никогда не пользуетесь. В общем, замечательная штука. Только хочу вам сказать, что опять, эта штука на любителя, а на любителя это значит, что если она не будет вам очень сильно замазывать ваши синяки или какие-то опухлости, она будет именно выравнивать это, потому что вы можете сейчас видеть, синяки мои присутствуют, но она именно выравнивает. Я вообще, в принципе, я лично, как моя персона, я не люблю штукатурку на своем лице. У меня лицо не то, штукатурку я не люблю, и все на мне, все очень тяжелое, на мне начинает ездить. В общем, я не люблю, поэтому я люблю такие средства, которые хорошо, знаете, так что-то выравнивают и хорошо впитываются. Вот это такое от средства. Но я один маленький такой нюанс, что нужно, чтобы кожа была хорошо увлажнена. Хорошо это значит просто обыкновенно, если честно, да, не супер как-то, просто обыкновенно, потому что я однозначно, наверное, из пятерки могу ему поставить пятерку с минусом, не полную пятерку, только за вот этот вот кусочек увлажнения, потому что в нем этот, в нем присутствует эта густота, которая нет в Вив-Сен-Луан, но опять же он для своего продукта работает просто, девочки, замечательно. Ну вот, в принципе, вот такой был мой обзор на марку Лореаль. Я надеюсь, вам было интересно и полезно эта информация. Хочу сразу вам всем сказать, девочки, дорогие, мы все разные, у нас у всех лицо разное, у нас у всех предпочтение разное, поэтому вы меня слушайте, идите пробуйте и выбирайте сами, и мое просто мнение, это может быть как вам в помощь, но на 100% не обосновывайте свой выбор на мое мнение, потому что мы все разные, нравится нам абсолютно все разное. На сегодня все, увидимся в следующий раз. Пока!